всем привет дорогие мои подписчики и гости моего канала не могу не поделиться ребята с вами вот этой красотой очень жалко что камера не передает аромат слушайте я прям хожу правда не так часто получается выхозить и любуюсь вот сеть какая красота мои пионы любимые зацвели а ромашки ой красота правда смотрите какая красота прям ромашковое поле белая прям вот и там ромашки кругом ромашки это мы траву собирали и мешки решила не выбрасывать это мой эксперимент и смотрите как здорово все перегнило правда чуев выбрасывать зачем поэтому мне нужно взять лопатку и все это просто реально под ту и положу и прям вообще будет у нас удобрение прям перегной только не уже немножко открылись вот так вот поэтому и прям хорошо думаю хорошо что я их не выбросила представляете какая у нас красота ромашки а вот это тоже ромашки тоже все за цветет и даже еще трава не такая уж и высокая вот здесь тоже пионы и здесь тоже пионы у меня красивые вот вот это вот это тоже будут какие-то цветы я не помню по моему высокие такие красивые представляете ли это прям полным ходом вот сейчас я вам эту грушу покажу которая которая обильно цвела а у теперь она просто обильно вся в грушах буду в этом году обязательно с нее компот делать так ну идем дальше гулять ревизию сделаю сада и покажу так вот сюда в эту галочкой конечно еще не доходило но ничего и сюда приду так ой какая красота пчелки летают у меня что у меня на увы еще летают но пока пока конечно вот это вообще такой необычный товарищ красивый получился я очень люблю хвосту да ну вот такую я реально не видела прям необычная и очень красивая хвоста так там уже кто-то охотится бегает что еще ой жасмин похоже скоро зацветет да уже начинает красота вообще будет аромата будет вообще сногсшибательный так пионы вот видите как я вам и говорила ничего я с ними не делаю их фактически даже не удобряю и видите какое обилие у меня будет самих цветочков самое главное еще раз повторюсь да для тех кто смотрит первый раз видео когда уже сам цветок отцветет нужно будет обязательно оторвать головку подрезать их не обязательно сразу я их подрезаю обычно осенью и использую эту листву для укрытия чеснока тот который я сажаю под зиму но так идем дальше идем дальше красоту нас смотреть ну конечно где то есть и некра и и и и не красота представляете смотрите какие они огромные пионы ой это даже больше моей руки это даже больше моей руки вообще это космос а не пионы уха ирисы если учитывать что у меня рост метр шестьдесят семь то мне они вот то мне они получаются по бороду представляете какие высокие красивые стоят так что еще а виду сейчас я вам покажу что у нас еще тут новенького вот я в мешке и здесь траву тоже на грядках пропала и тоже здесь мешки все убрала и закрыла их тоже должны перегнить правда вот ромашки а вот здесь глазечки это такая это по-моему как там называется турецкая гвоздика или что но они они очень пахнут я помню их сажал у них много было на участке а потом что-то куда-то они у меня все подевались но вот в одном в одном месте вылезли климатисы свели там у меня тут много разных климатисов вот они только я их вижу вот они прям паутиночки тебе суда надо дружочек даже старые не обрываю потому что за них можно хорошо зацепить вот тоже уже видите цветочек какой-то назрел смотрите какая красота правда а сколько цветочков разных сколько у него бутончиков имеется ввиду ой красота у меня они здесь разные ну это будем наблюдать у меня здесь и фиолетовые есть а это вот первые бордовые сцвели очень красивый прям как будто бархатный прям так переливается правда красота необыкновенная природа так вот ведь при руку ой что кулемка какая там ногу подвернула так прополола я здесь значит вот этот вот щавель мне не очень нравится думаю наверное я его весь подрежу и что видите кто-то его есть здесь в общем надо здесь культуру мультурную вести может быть даже хороших еще найду до хороших листочков если найду по-моему я их даже не вижу нет есть хорошие можно найти на щавеливающие сделать остальное все взять подрезать вот что у меня здесь сейчас открою что чтоб немножечко проветривалась так что у меня здесь а здесь у меня полным ходом лук лучок хожу руку на салат вот такие вот эти вот стебли я очень люблю от чеснока салат добавлять вот это вот у меня прям мученики никак не до них руки не доходят это у меня баклажаны но не знаю как вообще посажу нет еще вон огурцы сидят вот здесь да а перцы вот высадила перцы вроде как и зацвели ну не знаю будут или нет плодоносить так огурчики между прочим я когда тут их подвязывала вы видите у меня уже даже первый огурчик есть могут все подвязала очень удобные такие вот штучки здесь наверху к ним все подвязала в общем в что-то у меня здесь происходит петрушка это та которую я помните сажала покупала в магазине два горшочка и посадила и и воткнула и прекрасно на себя чувствует и не ждала я сидел не сидела когда она у меня вылезет освободилась горшочков посадила и так же я с салатом поступила видите базилик еще забыла купить вот так же еще с базиликом люблю поступать и и и какой шикарный салат прекрасный правда уйти в кричит ой вот здесь вот было прям вот вообще беда еще часть я конечно не дополомла ну вот всю культуру мультур хочу прополоть и на эти грядки посажу высажу клубнику потому что я ее высадила вот так вот вдоль дорожки она у меня вот видите сидит вот она это конечно не место для клубники вот высушу я в эти высокие грядки наверно клубнику клубника я умею возиться поэтому я ее рассажу так здесь да здесь рододендрон цвел и уже все последнее цветение здесь вот они последние цветочки отцвел но этот хорошо видимо был укрыт снегом и этот не потемнел не пострадал так что еще у этот так и ничего и не посадил но наверное может быть смотрю может быть я даже баклажаны сюда посажу всю прополола вот это еще не убрала даже в мешке землю видите вот а здесь у меня смородина по-моему белая насколько я помню сажал прям маленький такой чахлик кустик был вот что еще а это по-моему красная не помню но разрослась она прилично ну ладно будем наблюдать так а еще я вам хотела показать в этом году в этом году у нас видимо будет повезет нам и у нас будет вот это еще цветет голубика да ну где-то она еще цветет вот видите цветочки маленькие а где-то она уже даже и завязалась уже вот плоды видите вот это уже плоды и и все в этом году много такое впечатление складывается что она тоже не каждый год плодоносит так а вот это вот это жимолость вот это жимолость ну-ка может посла же стала у нас ее очень много нет что-то как тогда не сладкая какая-то ну ладно а вот это уже другой жасмин видите он какой необычный у у него и листья какие красивые и цветочки видите очень красивый кустик такой тоже все сажали все было очень маленькая сейчас такой красивый и приятно него смотреть так вот это вот красная смородина у как она быстро в этом году прям вообще пошла в смотрите он даже выше моего роста ничего себе а был такой маленький кустик да сейчас прям вообще при прекрасный большой на солнышке ему хорошо с красной смородины тоже очень вкусный компот получается так что у нас еще нового что у нас еще пионы ой вот это вот я себе знаете все-таки квадроцикл то мы продали этот наш большой снег болотоход и я себе заказала гаджетов ой посмотрите сколько то ли вот это вот прям у меня сегодня гаджет должен новый прийти заказала себе триммер аккумуляторный нашла прям самый легкий 2 килограмма весит и вот это вот все хочу по дорожкам пройти потому что косить ты еще рано видите у нас трава не очень высокая она плохо растет смысле она хорошо растет но она медленно растет потому что траву я сажала лилипуд так сорт называется и она медленно растет поэтому косить еще рано а вот это вот все примут хочу пройти посмотреть мне кажется прикольный прикольная штука и я думаю что я с ней справлюсь самое главное на аккумуляторная там не бензин не наливать не со шнуром не ходить ну вот это я себе для дорожек купила ну посмотрите какая красота слушайте здесь вот примут садись и созерцай с разных участков сада правда и медитировать созерцать и медитировать сейчас по это надо понюхать это красота необыкновенная пахнет вообще космос так на чифуля открыть у них там наверно жарко по-моему они люпины называются вот эти вот у меня тоже они сортовые и разных разных цветов я насажала но вижу чуть только фиолетовые а были бордовые желтые были они почему сортовые чем они отличаются видите у них получается один ряд одного цвета а внутри абсолютно другого а в полях которые растут они обычно одного цвета вот здесь наверно даже больше больше понятно видите вот сортовые не вот так выглядят я понимаю что они их в принципе в полях тоже очень много и мало кто их сажает но участок большой для красоты можно и и люпин и люпинов насажать так чиф ну я вас пока только вот он сидит пожалуйста и не видно отсвечивает выпущу потому что вам жарко я понимаю что вам жарко так вот видите у меня какая крапива вот эту крапиву специально не рву она высокая она сейчас у меня еще в принципе не падает я ее потом под корень на на режу вот этим своим гаджетом и положу сушить а зимой буду давать корочкам хотите вы хотите чифуль привет вы хотите здесь попрохладнее да вот курочка видите рот открыла объясняю это значит курочки жарко сейчас она походит здесь водички попьет берут будет нормальный а а здесь в этом курятники просто жарко у нас хрен какой прям обалденный хрен но закрывать еще еще огурцов нету поэтому хрен мы пока трогать тоже не будем так а здесь мята у меня видите надо пополевать она еще разрастется боже мой хрен даже с удовольствием вот это да ну ладно пусть растет здесь так так ладно я от вас ухожу дорогие мои какой-то соседи зверюгу завели маленькую зверюгу ой мне так зверюги маленькой как он не хватает ну хоть маленькой какой-нибудь до бабушка с день и приехала делаем старенькая мы с бабушкой выяснили что наверное у дина зрение уже плохое она сначала нормально смотрит а потом начинает прищуриваться ничего девчонки 14 лет конечно так что у нас ну что у с по пчелам сейчас еще по пчелам для а там у нас дети бегают видите у нас там и у нас тут роддом так но я пока не вижу ничего прям тут так ну разведчиков здесь было очень много пока никого не вижу так было очень много ну ладно будем наблюдать во первых пчела утром вылетает до на облёт обычно волей остаются ну прям вот тишина тут смотря какое время дня подойти то здесь очень прям сильное такое вот движение а иногда прям затишье ну ладно я все равно не не отчаиваюсь потому что районе будет 10 июня будем наблюдать что произойти должно ну вот видите у нас и дети есть у нас много всех так кучку я немножко попилила и уже так это попилила и поскала принципе в принципе тут начать и кончить тут не так и много ну что вот дерево тоже странная да ну посмотрим если не отойдет к осенью будем прощаться все очень просто так ну-ка мои груши ты дашь мне в этом году что-нибудь похоже наверное ничего не даст скажет ты в том году объелась а в этом году перри топчешься не дает не вижу я груш ну может быть просто еще это цветы хорошо заметны а сами плоды не очень видны поэтому не знаю может что-нибудь и будет так а вот здесь у нас поляна такая уголочек не поляна уголочек это уже черная смородина вот ну что еще вам показать ой вот это вот не знаю как-то надо вот этого товарища подстричь а он такой голючий ну по чуть-чуть я тут найти при норовилась у меня прекрасные перчатки для пчел они кожаные длинные это я там так розы подрезала наверное вот тоже наверное их нужно использовать будет так что еще что еще у нас новенького в принципе наверное все всем красоту показала вот пожалуйста девушка лежит видите прищурилась да ну вот такая красота вам сегодня показала просто не могла не поделиться прямо ходишь а тут прям прям ромашки да и пионы спасибо вам дорогие мои за лайки за комментарии всех целую обнимаю всем хороших выходных всем мира добра любви пока пока